13 июня ТАСС делает знаменитое заявление, которое публикует 14 июня. Это заявление следующее. У Советского Союза и Германии нет никаких проблем. Советский Союз выполняет все обязательства по советско-германскому договору. У нас все хорошо с Германией. Наши антисталинисты, яные, говорят по этому поводу, ну, Сталин идиот, он поверил Гитлеру. Гитлер уже собирается напасть, а Сталин тут, так сказать, умиротворяющие жесты делает. Какой же он, как Гитлер его провел. На самом деле, главным адресатом заявления ТАСС был не Гитлер, а Рузвельт. Сталин показывал, что мы не позволим себя спровоцировать. Мы все делаем, как договорились. И Гитлер понял, что к Рузвельту послал сигнал. Поэтому Гитлер прекратил переброску войск. Тут же, после заявления ТАСС этого. 16 июня Крипс предупредил нашего посла в Великобритании, Майского, что немцы нападут на Советский Союз 22 июня. То есть, британцы себе алиби решили создать. Наконец, 18 июня опять начинается переброска войск на нашу границу. Это означает, что британцы пообещали Гитлеру нечто. Что это могло быть? Они едва ли пообещали, что они присоединятся к войне против Советского Союза. Но они должны были пообещать, безусловно, что они не будут вести серьезных военных действий против Германии. И действительно, до начала 43-го года они серьезных действий не вели. 18 июня Сталин санкционирует отправку в западные округа директивы о приведении войск первого эшелона в боевую готовность. Но это решение не было выполнено на местах. Вина на Жукове и Тимошенко. Есть еще один момент в этой предвоенной реальности. Очень многие наши историки, особенно во время перестройки, говорят, Сталина предупреждали, что немцы нападут 22 июня. А он не верил. Вот Зорге, наш разведчик из Японии, слал информацию. Тем, кто это говорит, я очень рекомендую. Я всегда задаю вопрос, вы читали донесения Зорге? Донесения Зорге, как правило, никто не читал. Все помнят фильм. Дело в том, что вышел такой фильм в свое время в хрущевском имя «Кто вы, доктор Зорге?» Западный фильм. И это был фильм, посвященный Зорге, нашему разведчику. И Хрущев этот раскрутил тему Зорге для того, чтобы в ближний раз пнуть Сталина. Значит, что писал Зорге? Зорге писал, что немцы нападут на Советский Союз либо в июне 1941 года, либо после окончания войны против Великобритании. Ну и чего вот с такими донесениями делать? Кроме того, значит, вот был наш историк Фалин. Ну, вообще он, так сказать, сотрудник аппарата ЦК был, но потом он стал, после того, как закончил свое существование в Советский Союз, он стал заниматься, писал работы на исторические темы. И он однажды в своем выступлении сказал, да, вот такая пачка была у Сталина донесения о том, что немцы нападут 22 июня. Но вот такая была пачка, что немцы не нападут 22 июня. И в этой ситуации выбор было очень трудно сделать. Кроме того, очень сильно смущало вот что. Гитлер не отдал приказ о том, чтобы армию обеспечить зимней одеждой. Ну и кроме того, смазочное масло, так сказать, не годились немецкие для того, чтобы во время морозов, то есть советскому руководству не приходило в голову, что не подготовившись к войне всерьез, Гитлер нанесет удар. Но проблема-то заключалась в том, что Гитлер мог победить только в одном случае, если он побеждал в первые три месяца войны. На большее у Германии не было ресурсов. И то, что немцы продержались до 1945 года, говорит о том, что они действительно очень здорово и организованно воевали. Хотя совершенно понятно, что не решив проблему Советского Союза в первые четыре месяца, Германия уже могла играть только на ничью. Кстати, очень показательно, что если в конце июля, начале августа немецкие генералы писали, что война выиграна, то в сентябре некоторые немецкие генералы говорили о том, что война будет проиграна. Потому что Красная Армия, несмотря на все поражения, она сдержала натиск. Она не дала немцам возможности сделать то, что они сделали во Франции. И в этом отношении вот эти четыре месяца, они, по сути дела, определили дальнейший ход войны. При том, что эти четыре месяца были месяцами поражений, огромное количество пленных. Но не удалось реализовать Блицкрик. Кстати, сам Гитлер говорил, что если бы он знал, что не вся Красная Армия сконцентрирована на границе, и что если бы он знал, что у Советской Армии три эшелона обороны, он никогда бы не напал. Вопрос, а кто же убедил Гитлера в том, что вся Красная Армия сконцентрирована на границе, то есть ее можно одним ударом убрать, и что у нас только один эшелон по поводу предупреждений и по поводу того, как развивались события. А кто же снабжал, снабдил Гитлера такой информацией, что не вся Красная Армия, что вся Красная Армия там, и что снабдил этой информацией его начальник Абвера военной разведки Канарис. Канарис с 39-го года работал на англичан. Он подталкивал Гитлера, он убеждал его, что можно с одного удара все сделать. И когда Гитлер в сентябре понял, что ничего не получается, вот здесь уже начались очень серьезные проблемы. Но вернемся, однако, в весну 41-го года. 28-го мая резидент ГРУ в Румынии, ГРУ это главное разведное управление генштаба, то есть военные разведки, сообщил, что по его сведениям немцы рассчитывают на переворот в Кремле, как только начнется война. Это означает, что где-то в советском руководстве были некие силы, которые были готовы воспользоваться ситуацией на фронте. И очень интересно, что как только началась война, Сталин сменил военного начальника Москвы. Там появился другой человек. То есть какая-то информация, по-видимому, у Сталина о возможном готовящемся перевороте была. У нас в книгах по истории Великой Отечественной войны, в первом же томе, есть такая фотография директива номер 2. Директива номер 2. А вот директивы номер 1 почему-то нет. Директивы номер 1 – это директивы, к которой Сталин объясняет руководству, что нужно делать. Странным образом, этой директивы нет вообще. Почему нет? Дело в том, что наши военачальники крупные оправдывали потом свои действия тем, что Сталин якобы запретил открывать ответный огонь по немцам, если они вторгнутся, поэтому они так себя вели. Удалось обнаружить историкам копию директивы номер 1 для прибалтийского округа. То есть, это была директива номер 1 для всех, и были конкретизирующие варианты для различных округов. Так вот, там говорится совсем не то, что писали наши маршалы потом в мемуарах. Там говорится, что не поддаваться на провокации, но если немцы пересекут границу, нанести удар и их отбросить. Очень интересная вещь. После войны, во время приема, когда кто-то сказал, победителей не судят, Сталин сказал, нет, победителей судят, и еще как. И Сталин после окончания войны приказал провести расследование. Там был целый ряд вопросов, и вопросом номер 3, на этот вопрос должны были ответить генералы и маршалы. Вопрос номер 3 заключался в следующем. Где вы были, когда получили директиву номер 1? Потому что директиву номер 1 военные не выполнили. Было ли это головотяпство? Или это был заговор? Или это было действительно обычное российское разгильдяйство? Трудно сказать. Ну, например, нарком обороны Тимошенко 19 июня 1941 года получил приказ обеспечить перегруппировку самолетов в западном военном округе, убрать их с аэродромов, потому что их могут разбомбить. Тимошенко приказал, да, надо это сделать. 4-5 июля. И, естественно, 22 июня их все это вообще, так сказать, просто в кашу превратили. То есть, Сталин, Сталина очень волновал вопрос. Естественно, во время войны он не мог этим заниматься. Вот после войны его интересовал вопрос, а почему же директива номер 1 не была выполнена? После смерти Сталина это все заглохло. И очень интересная вещь произошла уже в перестройку. Военно-исторический журнал начал публикацию ответов наших генералов на этот вопрос. И когда дошли до номера журнала, номера журнала дошли до третьего вопроса, журнал закрыли. То есть, для военного истеблишмента это до сих пор очень такая болезненная тема. Значит, повторяю, только Блицкрик обеспечивал победу Третьего Рейха. На Гитлер не был готов к мировой войне. И американские экономисты это доказали в 50-е годы, что Гитлер был бы готов к мировой войне только к 47-му году. Но британцы впихнули его в войну, то есть, они, грубо говоря, развели его как лоха. И он им поверил. Он попал в ту же ловушку, в которую попал Вильгельм II. Второй.